Меня в помине не было, когда вы там такое портачили в своем энтузиазме, отчего сейчас самим страшно. Ура! Это ура твое выдавливаю из себя всю свою жизнь, потому что стыдно! Неумно, знаешь ли, всерьез строить, а потом лабуду писать про спасенную Россию! Вот про делку для героя вы сказали как-то в одном из интервью, что это первый фильм, который вы поняли, что у вас получается. А как это возможно понять? По каким признакам вы это поняли? То есть буквально довольно трудно. Почему? Потому что у него даже самый первый фильм, «Один без оружия» по сценарию Николая Леонова, он популярный был очень писатель. Галкин, Сталгатом, Нигма Тульным. Он мне, в общем, уже призы получил, я получил главный приз за дебют на фестиваль и так далее. Внешняя сторона успешная была. Но какое-то чувство недовлетворения было, потому что идеалы были высокие. Ни же Бергмана ничего, Линия Антониони. Ну, Коппола в крайнем случае. Я уж думал, может, зря профессию архитектора оставил. Ну, это можно назвать вдохновением, не знаю. Но когда прет так, понимаешь, когда ты понимаешь, что есть, ты в руках что-то держишь такое. Серьезно, хотя у нас неприятностей было достаточно много. Сам финал я придумал просто в последний день съемок. Просто вот я возвращался с объекта, 150 километров, слава богу, надо было ехать, было время подумать. Я в отчаянии полном. И вдруг постознание выбрасывает картинку. Герой видит сам себя. Все. Группа приехала, я им рассказываю, мне устраивают овации. Мы на следующий день приезжаем, за пару часов снимаем финал. Все. Этот фильм, ну, скажем, как современным языком выражаясь, он к блокбастерам, к коммерческому кино, его никак не назовешь. Вы понимали, что его ждет и у публики успех? Или об этом вообще не нужно думать? Не думал. Вот честно могу сказать. Но я помню, что успех у него чумовой был на самом деле. А премьера кинотеатра «Октябрь» в Москве, там, две с половиной тысячи или три, зал на битком. После сеанса часа три до двенадцати ночи народ не расходился. Дискутировали, смотрели. Но тогда, на самом деле, объективность ради, скажу, было вот замечательным образом три фильма очень разных. В это, в одно и то же время, они практически в одно и то же время были в прокат. Это «Нази охладья героя». Потом «Холодное лето», 53-я Пушкина, очень хорошая, очень успешная картина. И «Пичала», «Маленькая вера». Три картины, которые имели успех у зрителя. Это был такой всплеск времени. Этот фильм удивительным образом резонирует в сегодняшнем времени. И дело даже не в том, в каком месте это происходит. Это слишком верхний слой. А вот если чуть глубже... Если я только об этом думал, это могло быть игрой такой, фантазии моей. Но это не я. Это я слышу со всех сторон. Какой новый вдруг контекст, вот этот контекст, придал новую окраску содержанию фильма. Все равно иногда наступает всему свое время. Когда-то Филин замечательную фразу сказал. Замечательную фразу. Тебе не кажется, что мы строим самолеты, для которых уже нет аэродрома? И когда-то эта фраза становится актуальной. А вы пытались на территорию других жанров заходить? Я имею в виду... Ну вот я знаю, что вы хотели какой-то момент, какое-то время назад оперу ставить. И оперу ставить по мотивам жизни именно на оперной сцене. По мотивам жизни Безе. Да, 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 да. Я по-прежнему держу в голове эту мысль. Я как-то вдруг прикинул, сколько партий теноровых у Безе. И нырнул в его биографию. Она невероятная. Трагичная эта невозможность. Ну, или жена изменяла все перед смертью. Он страдал жутко. Ему Кармен провалилась. Там показы ее свистывали, уходили. И вот я придумал историю, когда Безе как бы сам поет эти все партии. Собрать историю его предсмертных видений. Очень хочется попробовать. В другой форме, в другом формате. А что с кино сейчас? С кино я сейчас готовлю один проект, любопытный по-своему. Сколько шпионских фильмов мы знаем, да? И мы ни разу не видели, ну, кроме шуточного «Дети шпионов», о детях. Мы ни разу не видели фильм, в котором вдруг английские дети посыпаются утром, а их родители – русские шпионы. А они-то целиком там. Они целиком в этой культуре. И что с этим делать? Данте, Безе, до этого был сериал «Достоевский». Героя нашего времени у Владимира Хатиненко их нет просто, потому что нет героев сейчас. Я бы, наверное, упростил своему по себе мысль, если вдруг сказал, ну да, сегодня нет. Но честно могу тебе сказать, последний герой нашего времени, который я видел, это был у Леши Балабанова брат. Какое-то время не героическое, замечательным образом. Почему? Нет идеи жизни. Я к чему обращаюсь, и даже к Ленину, и все, есть идея жизни. У Че Гевары была идея жизни. Он знал, он не боялся отдать свою жизнь. Великие идеи исчезли, и поэтому, а что, герой автоматом тоже исчезли. Некому эти великие идеи осуществлять. Субтитры создавал DimaTorzok